В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! 39-е заседание Совета района прошло 23 октября. Впервые оно прошло на башкирском языке. Депутаты рассмотрели пять вопросов. Ведущий специалист Управления образования района Гульнара Миндиярова рассказала о ходе реализации закона Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан в образовательных учреждениях Янаульского района. О ходе исполнения муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2016-2020 годы доложила начальник отдела по молодежной политике, спорту и туризму Альбина Саляхова. Также депутатам предлагалось внести изменения в решение Совета о бюджете района и утвердить безвозмездную передачу муниципального имущества района в муниципальную собственность двух сельских поселений – Кисокаинский и Первомайские сельские советы. Ставший уже традиционным, День призывника прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 23 октября. Праздник был организован для тех, кто совсем скоро пополнит ряды российской армии. Утро этого дня будущие защитники Отечества начали со спортивных соревнований. Ребята состязались в подтягивании и гиревом спорте, стрельбе и с пневматической винтовки. Успехи у всех разные, но каждый старался показать лучший результат. Многие из будущих солдат ведут активный образ жизни и трудностей в ходе соревнований не ощутили. Однако признаются, что испытывают чувство волнения перед предстоящей службой в армии. После учебы я ухожу в армию. Как бы не по своему желанию, я бы, конечно, хотел уже работать начать. Были уже места, где варианты. А так долг родине отдам целый год. Не определился, конечно, с войсками, но вроде уже определили. Осталось только узнать, куда. Надеюсь, хорошее место. Есть много опасений, скорее всего. Как-то уже смирился, наверное, до этого. Как-то волновался, то, что вот в армию заберут целый год. Уже где-то после защиты диплома, до медкомиссии, до призыва, как-то уже было смирение, успокоился. Ну, я еще не доучился, а медкомпенсионный конч. Вот, 1 сентября закон вышел, отказ от отсрочки добровольной. Решил пойти в армию. Желаю остаться по контракту. Служба в армии, я считаю, это закаливание. 19 парней пришли специально для этого мероприятия. 17 человек мы уже отправили в армию 21 октября. Двое из них вернулись, но они будут отправлены позже. У одного из них оказалась ангена, а у второго недостаточно веса. Всего 62 человека мы должны поставить для третьей вооруженной силы. Традиционно после практической части молодые люди проверили свою теоретическую подготовку, отвечая на разнообразные вопросы из истории нашей страны. После чего наступил самый приятный для ребят момент – торжественная часть праздника. Здесь для них были подготовлены разнообразные концертные номера. С напутственными словами и пожеланиями к призывникам обратился глава администрации района Ильшат Ведегатов. Каждую призывную кампанию весна-осень на территории нашего района проводятся дни призывника. И вот сегодня очередной день призывника проводится здесь. Это возможность дать наставление, пожелать вам удачи, возможности, пожелания излужб наших ветеранов, людей, прошедших военную службу, будут озвучены. Во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы годны для службы вреда в пораженных силах. Это тоже немаловажный фактор в свете сегодняшних событий. Не каждый гражданин может этим гордиться, отличным состоянием своего здоровья. Это тоже показатель, над которым ваши родители и вы уже поработали. Уходя в армию или идя в армию служить, вы должны знать, что вас ждут дома ваши родители. Ваш ждут малая родина, ваши любимые, для того, чтобы вы вернулись целыми неинвредимыми. О предстоящей службе и особенностях этой осенней призывной кампании рассказал военный комиссар города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харисов. Вы все станете ряды вооруженных сил Российской Федерации. Будьте на передовых рубежах защитников Отечества. Кто-то уже завтра убывает, кто-то у нас 14 ноября. И так до 22 декабря все уже должны быть на местах службы вооруженных сил. Вы будете служить в различных войсках. Воздушно-десантных, сухопутных, ракетных войск стратегических назначений. Война в Москве в ходе. Я хочу пожелать, где бы вы не служили, где бы вы не были на пространствах России и за рубежом, чтобы вы закаляли свой характер, чтобы вы прошли школу мужества, и чтобы, вернувшись, могли сказать, что год это прожил не зря, чтобы этот не был в вашей судьбе потерянным временем, а только приобретением. Множество теплых слов, советов и пожеланий услышали молодые люди в свой адрес. Показавшие лучший результат в прошедших соревнованиях были награждены дипломами и памятными призами. А завершилась торжественная часть музыкальными номерами. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Для многих людей, помимо профессиональной сферы деятельности, очень важно раскрыть свой творческий потенциал. Если для маленьких янаульцев в нашем районе созданы все условия обучения в различных секциях и кружках, то для взрослых обучиться изобразительному искусству было сложнее. Год назад в нашем районе был открыт творческий клуб «Феникс». Изначально занятия шли в Краеведческом музее. Сейчас, пока тот на ремонте, они проходят в доме преподавателя и организатора клуба, члена Союза художников России Рамели Фазлеевой. Стабильно занимаются пять человек у нас. И мы за этот год много что сделали. Не только рисуем. Выезжали на пленеры, выезжали на выставки, знакомились с художником из Нефтекамска, с Усмановым. Потом к нам гости приезжали, художники, проводили мастер-классы. Ну, год прошел достаточно успешно, плодотворно, я считаю. И как бы появились результаты не только в плане изобразительном, но и цели, которые я ставила перед собой, они, в принципе, наверное, постепенно реализуются. То есть, если вначале все-таки, ну, имеется в виду, в основном все, кто ходит, они начинали учиться рисовать именно здесь, ну, как бы на занятиях. И основная цель была, чтобы раскрепостились, чтобы они забыли, что не умеют рисовать, чтобы они верили в себя, ну, и для того, чтобы раскрывали свой творческий потенциал, свою индивидуальность. Вот, постепенно, шаг за шагом мы к этим результатам приходим. Ну, наверное, основные задачи остаются в любом случае. То есть, развитие, любовь к искусству. И ознакомление с художниками также продолжим. Вот, потом, ну, выезжать на пленеры тоже летом будем. Сейчас, в данном плане, мы уже более усиленно будем заниматься, ну, как бы, учебной программой, что ли, более плотно усваивать азы, законы, построение. Основные планы в ближайшее время – это уже начинать выставляться, где будет возможность. Работы очень интересные, их достаточно уже много. И есть, что выставить, показать, как бы. И для того, чтобы у самих появился опыт выставляться, потому что это тоже большая школа, этому тоже надо научиться. Вот, с чем мы столкнулись, это, оказывается, большая проблема в Винауле. Ну, ну, организовать какую-то выставку. Проблема, потому что музей на ремонте, а других помещений таких, обустроенных, как бы, да, для выставок у нас нет. Ну, в ближайшее время пытаемся, как бы, ищем возможность выставиться, договариваемся уже, ну, с организациями. Поэтому я надеюсь, что выставка все-таки у нас откроется. Ну, я думаю, для зрителя это очень важно в том плане, что зритель может понять, что в любом возрасте можно начинать рисовать. Не обязательно в детском возрасте, но и в пожилом возрасте. И можно добиться достаточно хороших результатов. Главное, чтобы было желание, ну, и, наверное, как бы, стремление к чему-то. Чтобы, ну, что это труд. Рисовать это непросто, как бы. Это нужно трудиться, систематически трудиться. И нужно, ну, все время поддерживать свой интерес и общаться с себе подобными. И в одно время, вот как раз в прошлом году, наверное, по-моему, в июле месяце, я ей предложила, говорю, Ромеля Накиповна, я как-то смотрела до этого, по-моему, по телевизору показывали то, что вот есть творческие такие студии, входят взрослые люди, занимаются. И я ей предложила, не хотите ли вы тоже заниматься со взрослыми людьми. Но она сказала, что у меня предложений много. Я говорю, я подумаю. Но я не думаю, что так вот быстро у нас все это осуществится. И вот в августе уже я узнала, в конце августа, что Ромеля Накиповна открыла группу «Феникс». Я с удовольствием, конечно, в нее пошла. И вот мы уже год, год прошел, как мы занимаемся. Я с наслаждением каждую неделю жду, когда наступит воскресенье, чтобы нам все вместе встретиться, порисовать, обсудить. Ну, в общем, я очень счастлива, что у меня получилось жить в этой группе. Вот работать, отдыхать. Если отдыхаю душой, я просто 10, как бы порхаю, наслаждаюсь жизнью. Сегодня в лицее прошел день самоуправления. Ученики имели возможность познать себя в роли учителя и оценить их труд. Кроме того, в школе было организовано много развлечений. О том, как сегодня посвоевольничали лицеисты, в нашем следующем материале. С самого утра ребят у входа встречала строгая административная команда. Вторая обувь, бахилы, почему опоздали. Ничего не осталось без внимания. Прозвенел звонок, и в классах воцарилась особая атмосфера. Урок математики, например, проходил в виде викторины. Класс разбили на три команды. Та, что набрала наибольшее количество баллов, награждалась призами. Два учителя-дублера и двое помощников – педагогический состав на урок. В этот день профессия учителя открылась им с другой стороны. Это оказалось интересно и познавательно. Сегодня мы не ученики 11 класса, а уже учителя. Это очень интересно на самом деле быть на месте преподавателя, ощущать эти эмоции перед тем, как заходишь на урок, готовишься к нему, видишь радостные лица или нерадостные. Мы готовились к этому уроку усердно, конечно же. Мы просматривали все материалы, которые они прошли, и составляли из этого всю нашу будущую работу. Уроки были сокращены до 35 минут, а перемены шли по 15-20. В актовом зале для ребят были организованы игры и конкурсы. Самое популярное – танцевальные стульчики. Победители получали сладкие призы. В коридоре на переменах лицеисты могли поиграть в PlayStation, расположившись на мягком диванчике. А в одном из уголков школы девочки делали аквагрим всем желающим. В учительской педагоге занимались своими текущими делами. Кто-то проверял тетради, кто-то заполнял электронные дневники, а кто-то смотрел спортивные матчи. Сами учителя тоже присутствовали на уроках и помогали поддерживать дисциплину, а также контролировали учебный процесс. Старшеклассники с честью выполнили свою миссию, стараясь сохранить порядок на уроках и на переменах, признается заместитель директора по воспитательной работе Зульфия Галяова. Акция, прежде всего, имеет профориентационную направленность, направлен на популяризацию профессии учителя. И ученики очень тщательно и, главное, ответственно подошли в реализацию сегодняшнего дня. Уже с утра встречали, как подобает учителям, у двери учеников. На перемене с младшими классами играют аниматоры, проводят игры. Для средних продуманы фейс-арт, спортивные состязания, PlayStation, викторины. И, конечно же, в честь Дня народного единства, который пройдет 4 ноября, старшеклассники организовали тематически классные часы, просмотр фильма «Сестры» по мотивам произведения Устая Карима. Возможно, именно в этот день кому-то и правда захочется стать учителем, а кто-то поймет, что это не его призвание. Ведь работа учителя – совсем нелегкий труд, требующий огромного терпения, повседневного самопожертвования и трудолюбия. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.